Итак, вы находитесь на сцене, выступаете с презентацией перед сотней людей, и тут вы начинаете думать, что мне делать со своими руками. Вы просто не знаете, куда их деть и чувствуете себя неловко. Друзья, если это про вас, вам понравится сегодняшнее видео. Поговорим сегодня о расположении рук во время ходьбы разговора, и когда вы нервничаете. Начнем. Итак, начнем с того, почему это так важно. Когда вы коммуницируете, ваши руки тоже говорят. В проведенном Римском университетом исследований в 2005 году было обнаружено, что люди с большей вероятностью будут вас слышать, когда вы используете свои руки. Поэтому, если будут говорить несколько человек, вы будете слышать человека, который двигает руками. А когда вы не двигаете ими, люди могут вас не услышать. Далее, большая вероятность того, что они поймут сказанное, и, следовательно, запомнят это. Я считаю, что последние два пункта достаточно очевидны. Жесты руками помогают вам добавить красок и расставить акценты в вашей речи. И они отображают ваше состояние. В основном, ваш эмоциональный уровень. И перед тем, как перейдем к конкретным жестам, я хочу поговорить о практике. Давайте нарисуем прямоугольник 90 на 60 сантиметров. В получившийся прямоугольник должны умещаться ваши жесты. Вы должны оставаться в этих границах. Если за их пределами, вы выглядите как сумасшедший. Если у вас вообще нет жестов, вы робот. Все это жестко культурно обусловлено. Так что вы можете обнаружить, что разница между жестами в Канаде и Индии больше, чем в США и Англии. Итак, сколько жестов в минуту вам стоит использовать во время презентации или разговора? Меньше 10 – это мало. А вот 40 и более уже много. Интересное исследование опубликовано на Science of People. Были изучены выступления лучших спикеров TED. В среднем 26 жестов в минуту. Что насчет вещей, которые вы держите в руках во время выступления? Например, кликер, которым переключаете слайды. Или вы хотите что-то держать в руках. Я считаю, что это хорошая идея, особенно если у вас есть плохая привычка, которая может проявиться за несколько минут. Я, например, дотрагиваюсь до кольца и то же самое с часами. Ну что, господа, теперь поговорим о 10 полезных жестах руками и позах, которые каждый мужчина может использовать. Первый – открытые ладони. Честный, вы показываете, что у вас ничего нет и вы не собираетесь нападать. Второй – открытые руки. Вы показываете, что вам нечего скрывать. Опять же, вы не выходите за рамки, чтобы не показаться сумасшедшим. Открытые руки дают сигнал, что я хочу принять тебя, я открыт к твоим идеям. Далее – понятие кулака. Это сигнал победы. Он показывает, что произошло что-то хорошее. Он усиливает эмоциональный посыл. Далее – потирание рук. Вы что-то замышляете. Это значит, что сейчас что-то хитрое произойдет. Чтобы у людей зашевелились извилины. Далее – рука на сердце. Это показывает, что вы искренний, что речь идет от сердца. Далее – знак «Стоп». Не уходи. Оставь свои дела. Я прерываю тебя. Это очень сильный жест. Будьте с ним довольно аккуратны. Со следующим жестом вам также стоит быть аккуратнее. Указывание пальцем. Людям не нравится, когда на них показывают пальцем. Но если вы говорите перед группой и хотите подчеркнуть точку зрения, вы можете сделать это сверху вниз. Следующий жест, который я использую в своих видео, я перевожу руки из этого положения в это. Я провожу много сравнений, и вот что происходит. Мы направляем человека. Показываем, что есть первое, а есть второе, и они отличаются. Далее – маленький против большого. Он отображает точку зрения и помогает людям запомнить. Далее – растопыренные пальцы. И это показывает, что вы главный. Вы просчитываете, вы спокоен. Вы можете развести пальцы. Я редко его использую, но следующий еще реже. И это – молитва. Я намеренно стараюсь его не использовать. Я не хочу менять его символический смысл. Но я использую этот. И за это видео было уже много раз. Я использую его, чтобы подчеркнуть то, что важно. Итак, по-быстрому, господа, если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если вы новичок на Real Man Real Style, подписывайтесь. Заметили, что за жест? Я указал на то, что я хочу, чтобы вы стали частью нашего сообщества. Итак, подписывайтесь и жмите на колокольчик. А теперь обсудим пять вещей, которые вы не должны делать со своими руками. Первое – руки на бедрах. Она сигнализирует, что вы высокомерны, властны. Вы в роли родителя. Далее – скрещенные руки. Вы отграничиваетесь, не являетесь частью происходящего. Вы не согласны. Далее – руки за спиной. Вы показываете, что вы в стороне и выше других. Далее – руки скрещенные спереди. Так вы слабый и робкий. Я признаю, и я так делаю. Давайте поговорим о руках в карманах. Однако есть хороший и плохой способ это сделать. Одно из самого худшего, что вы можете сделать со своими руками – обе руки полностью засунуть в карманы. Кажется, будто вы нервничаете, не уверены. Как избежать того, чтобы прятать руки в карманах? Не прячьте обе. Вместо этого просто положите одну, или же оставьте снаружи большой палец, или все остальное. Оставленные пальцы добавляют сексуальный контекст. Но при обоих положениях вы выглядите расслабленным. Если вы продолжите засовывать обе руки в карманы, лучший способ это сделать – оставить большие пальцы снаружи. Если вы оставляете другие пальцы, проблема в том, что догадайтесь, куда они указывают. Прямо на промежность – это немного сексуальная поза. Итак, если цель ваших рук – придать баланс во время ходьбы, следует ли вам жестикулировать в это время? Я считаю, что можно, если вы натренированы и знаете, что означают жесты, и что вы хотите ими сказать. Последний пункт. Будьте уверены, что вы контролируете свои жесты. Все, о чем мы говорили в этом видео, связано с пониманием значения жестов. Ну что, господа, теперь ваша очередь. Я хочу увидеть ваши комментарии. Обратили внимание на жест? Друзья, я на самом деле хочу увидеть ваш отклик. Я обожаю читать ваши комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!